В эфире телеканал БТВ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Ликвидировать коррупционные схемы на таможне и сделать все возможное, чтобы облегчить ввоз товаров в Украину. Такую задачу поставил президент Петр Порошенко на совещании с руководителями правоохранительных органов. Глава государства крайне не удовлетворен ситуацией с оформлением грузов и борьбой с контрабандой. Такое положение дел подрывает украинскую экономику. Президент заверил, что примет все необходимые меры для того, чтобы изменить ситуацию. Что трудно на сегодняшний день предпринять решительные шаги за эти 7 месяцев по совершенствованию организации таможенного контроля? Чего мы ждем с электронным декларированием? В том числе относительно осуществления таможенных формальностей. Чего мы ожидаем по направлению эффективной борьбы с таможенными правонарушениями? Чего мы ожидаем по администрированию таможенных платежей? Сроки будут поставлены исчерпывающие. Также президент Украины заявил, что нынешний конфликт на Донбассе не перерастет в замороженный конфликт. Глава государства уверен, что Украина будет суверенной, независимой и ничто не будет уграждать ее территориальной целостности. Кроме того, после совещания по вопросам борьбы с коррупцией на таможне и контрабанду Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Виктора Назаренко председателем государственной пограничной службы. Президент выразил надежду, что Виктор Назаренко на новой должности улучшит работу Госпогранслужбы и прежде всего обеспечит реализацию мер по усилению безопасности украинских границ. Петр Порошенко подчеркнул, что новый руководитель пограничного ведомства является профессионалом. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Минэнергоугля обеспечить бесперебойное электроснабжение избирательных участков во время выборов народных депутатов. Об этом Яценюк заявил в ходе селекторного совещания в Кабмине. В преддверии голосования премьер-министр собрал глав администраций, международных наблюдателей, представителей Центра избиркома и общественных организаций. Арсений Яценюк поручил обеспечить безопасность избирательных участков и избирателей как на территориях, прилегающих к зоне АТО, так и в целом по стране. К работе по охране правопорядка привлекут и военнослужащих. Правительство поддержало идею МВД о создании информационного офиса правонарушений. Он будет отслеживать соответствующие данные в ходе выборов 26 октября. Его откроют на территории министерства. Принимать информацию будут в пресс-офисе. Там же откроют доступ ко всем внутренним системам по избирательному процессу. Министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании Кабинета министров озвучил имеющиеся данные по нарушениям избирательного законодательства, в частности тем, которые были зафиксированы в ходе избирательной кампании. Участником этих нарушений, к сожалению, великим являются все политические партии, участники политического процесса. Вот здесь у меня есть диаграмма, которая ясно показывает долю нарушений, которая разложилась на весь политический спектр. Наибольшую часть нарушений представлена со стороны так называемых самовыдвиженцев, большинство из которых есть представители прошлой власти, которые пытаются, теперь избавившись от брендов, идти на выборы со старыми методами. Но здесь вы найдете и тех, кто называют правовладные партии, партии демократического блока. Здесь среди нарушителей и Батькивщина, и блок Петра Порошенко, и Народный фронт, и партия Лешка, и ряд других партий. Военнослужащие в ЗУНИАТО на 80% готовы к зиме, сообщил министр обороны Степан Полторак. При этом он отметил, что вопросы с обеспечением армейцев всем необходимым, в том числе и подготовка техники для несения службы в зимний период, сейчас решаются. Подготовка к зиме включает в себя, начиная от подготовки техники, заканчивая формой, одеждой. Поэтому процент готовности, 80% личного состава готовы к выполнению боевых задач в зимний период. Национальная гвардия обеспечена на 100%. Вооруженные силы Украины сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы их обеспечить. Мерзнуть никто не будет. За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения, сообщают в Совете нацбезопасности. Боевики применили ГРАД в районе Старогнатовки Тельмановского района и Николаевки Волновахского. А вблизи села Пищевик Новоазовского района украинские разведчики, которые постоянно осуществляют поиск диверсионно-разведывательных групп террористов, обнаружили скопление боевиков. По оперативным данным, террористы готовились форсировать реку Кальмиус и устроить ряд диверсий на трассе Донецк-Мариуполь. Наши разведчики вступили в бой, диверсанты противника понесли потери и были вынуждены отступить в восточном направлении. К сожалению, в этом бою погиб наш военнослужащий. На Украино-российской границе увеличился поток пересечения, особенно лиц в военной форме. Об этом заявили наблюдатели ОБСЕ. Движение зафиксировали в районах российских пунктов пропуска Гуково и Донецк. По мнению наблюдателей, некоторые из них принадлежат казачьим формированиям. Также в ОБСЕ констатируют, что грузовые конвои продолжают вывозить уголь из Луганской области в Россию. Передвижение военной техники представители организации не фиксировали, но отмечают активность вертолетов в районе обоих пунктов пропуска. В Луганске воюют российские военнослужащие. Это доказывает корреспондент издания Financial Times. Журналист в своей статье описала встречу и беседу с российскими военными, которая состоялась в Луганске. Она узнала, что россияне находятся в этом городе уже месяц. Это означает, что они прибыли туда уже после оглашения перемирия 5 сентября. Российские бойцы рассказали, что занимаются подготовкой местных боевиков и ежедневно проводят занятия. Есть информация о присутствии среди сепаратистов-наемников. Служба безопасности Украины задержала боевика-разведчика незаконного военизированного формирования «Восток», сообщает пресс-служба ведомства. Террорист под видом мирного жителя пытался пересечь украинский блокпост на трассе Донецк-Мариуполь. Установлено, что ему дали задание разведать дислокацию украинских военных и передать информацию главарям бандформирований с целью совершения подрывных действий накануне внеочередных парламентских выборов. У задержанного изъяли жетон батальона «Восток» и именной пропуск так называемой ДНР. Украинские пограничники устанавливают более 20 пунктов контроля на полосе безопасности между территориями, которые занимают террористические ДНР и ЛНР. Чтобы не допустить перемещения оружия и контрабанды, там будут находиться не только пограничники, но и представители других силовых структур. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян. Пропуск граждан по внутренним блокпостам будет осуществляться на основании документов, удостоверяющих личность. Проверки будут подвергать все без исключения грузы. Военные в зоне АТО смогут проголосовать как переселенцы. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко. По словам чиновника, для этого должен быть уточненный список на избирательном участке. И также Павел Петренко объяснил, что военнослужащие в зоне АТО могут проголосовать по аналогии с временно перемещенными лицами. Нынешняя избирательная кампания более качественная и конкурентная, считают эксперты. И надеются, что новоизбранный парламент ликвидирует хроническую проблему избирательного процесса в Украине и, наконец, усовершенствует избирательную правовую базу. В специфике избирательной кампании 2014 разбиралась Оксана Прыжко. Избирательная кампания вне очередных парламентских выборов гораздо чище, прозрачней, демократичней и конкурентней, считают эксперты. По сравнению с 2012 годом зафиксировано значительно меньше криминала и коррупции. Использование админресурса сведено до минимума. Приостановлен подкуп. Благодаря принятому закону, который усиливает криминальную ответственность за подкуп избирателя, также усиливает криминальную ответственность для избирателя за подкуп. Мы можем говорить, что система подкупа в последнюю неделю фактически остановилась. Самая главная проблема предстоящих выборов, как и предыдущих, аналитики считают несовершенствуя избирательного законодательства. Обвиняют в этом парламент последнего созыва. Мы можем отметить острую необходимость продолжения дискуссии в украинском обществе и украинском парламенте по усовершенствованию избирательных процедур, усовершенствованию избирательной системы. К сожалению, нынешний состав Верховной Рады Украины продемонстрировал неспособность решить много проблем в организации избирательного процесса, которые были широко известны еще до старта этой кампании. В целом, нынешнюю избирательную кампанию аналитики окрестили кампанией лозунгов. Большинство политических сил активно эксплуатируют тему АТО, в частности предоставление гуманитарной помощи военным и семьям пострадавших силовиков. Многие откровенно спекулируют на проблеме иллюстрации в органах власти. По мнению аналитиков, содержательные программы, отвечающие потребностям общества, предложили только несколько полицил. Россия хочет принять участие в наблюдении за парламентскими выборами в Украине. Федерация намерена направить своих представителей в составе миссии ОБСЕ. Об этом заявил директор Департамента информации и печати МИД России Александр Лукашевич. По его мнению, сейчас важно как можно быстрее прекратить противостояние и реализовать в полной мере минские и миланские договоренности, а также ряд решений по гуманитарной помощи в связи с приближением морозов. Для подкрепления банковских касс Национальный банк Украины продал 99 миллионов 770 тысяч долларов. Интервенция состоялась вчера. Нацбанк предложил валюту по единому курсу 12 гривен 95 копеек за доллар. В интервенции приняли участие 49 банков. Их спрос удовлетворен на 88 процентов, сообщили в пресс-службе НБУ. Также традиционно на пятницу запланирована интервенция для удовлетворения потребностей клиентов финно-учреждений на сумму 200 миллионов долларов. Напомню, НБУ тщательно контролирует целевое использование проданной во время интервенции валюты. Совместно с правоохранительными органами Национальный банк выявляет факты нецелевого использования средств. К нарушителям будут применяться административные санкции. 31 октября – Всемирный день сбережений, напоминает Национальный банк Украины. А 3 ноября в нашей стране стартует Всеукраинская неделя финансовой грамотности. Национальный банк Украины приглашает общественные организации, профессиональные ассоциации, банковские и финансовые учреждения, а также органы власти всех уровней присоединиться к проведению Всемирного дня сбережений и Всеукраинской недели финансовой грамотности. В этот период украинцы смогут более подробно узнать о том, как правильно вести семейный бюджет, каковы основные принципы финансового учета, как реализовать свои планы с помощью финансовых продуктов. Напомню, уже третий год подряд в нашей стране проводятся образовательные мероприятия для разных возрастных и социальных групп. Мы продолжаем отслеживать факты в Украине и мире. И далее смотрите программу «Национальный интерес». Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok